По сюжету истории, маленькую девочку Чио из бедной рыбацкой семьи продали в дом гейш. Так бедная семья хотела обеспечить ей хорошее будущее, но в этом доме девочку ожидало разочарование и многочисленные интриги более опытных учениц. И вот однажды Чио забирает к себе добрая женщина и исполняет мечту девочки, делая из нее настоящую гейшу. Она влюбляется, и казалось, что жизнь юной Чио должна измениться, но в ход истории вмешивается война. Трудное и изящное искусство любви из мемуаров гейши воспитанницы коллектива в «Каприз» и «Форсаж» исполнили блестяще. Они смогли передать уникальную культуру и нравы японского народа, который смог пережить войну, не пасть духом и возродиться. Выступление ребят, как всегда, было на высоте. Браво, «Каприз»! Несколько лет уже я говорю это со сцены, и надеюсь, буду повторять это не один год, потому что все вы замечательные, все вы талантливые. Японскую классику «Мемуары Гейши» в качестве постановки спектакля для образцового хореографического коллектива «Каприз» выбрала балетмейстер Светлана Смирнова. На сцене в день танца уже была показана русская классика, поэтому на этот раз зритель смог прикоснуться к загадочному миру Азии. После спектакля ребят ждала заслуженная награда – дипломы и плюшевые мишки тем девочкам, которые в марте ездили в Смоленск на финал конкурса, представлять свой хореографический коллектив. Подарки вручали Светлана Смирнова и заместитель секретаря Десногорского местного отделения Всероссийско-политической партии «Единая Россия». Красиво и впечатляюще. Я думаю, что все мы получили огромное удовольствие от увиденного спектакля. Также в этот день коллектив проводил своих выпускников – Екатерину Шубинец, Анну Виллицеву, Софью Голубеву, Елизавету Илюшину. Девочек поощрили грамотами Центра культуры и молодежной политики. Не забыли про выпускников другого коллектива – хип-хоп-студии «Форсаж» Даниила Тычеловского и Артема Комарова. Ребята также в этот день выступали на сцене и принимали активное участие в спектакле. Благодарственное письмо вручили Леониду Волкову за активное участие в спектакле и проявление профессионализма. Так завершился прекрасный день танца – улыбками, цветами, подарками и бурными аплодисментами.